Динамо Акбарс Даришата Гелезудинова было две полноценные недели, чтобы целенаправленно подготовиться к решающим матчам сезона. Стартовый состав никого не удивил. Сильнейшая шестерка на площадке. Старцева Фабрис, Брисио Федоровцева, Королева Коновалова и Анна Подкопаева на позиции Либера. Ощущение отсутствия игровой практики улетучилось с первых же розыгрышей, как только на подачу вышла Арина Федоровцева. Мощнейший старт Динамо 4-0. Андрей Воронков берет тайм-аут, но не помогает. Саманта Брисио делает еще один эйс, а счет становится 10-3. Воронкову же приходится брать и второй перерыв. Главный тренер гостей экстренно выпускает вторую связующую Дарью Рысеву вместо Лауры Дейкемы, так как нападающие все никак не могут забить. А разрыв продолжает расти. Практически идеальный первый сет от Казани, точку в котором закономерно поставила Арина Федоровцева. 25-14. Первой партии, наверное, все-таки мы с расстановкой чуть не угадали. Мы надеялись, что быстро пройдем, но великолепно подавалось сегодня Федоровцева. Наша задача, зная, что три силовика есть у Казани, наша задача была выдержать прием. То есть, в принципе, не справились с первой партией, но потом нам все это дело удавалось достаточно уверенно. Тем не менее, Лока сумел перезагрузиться. Вернувшаяся Дейкема начала более качественно пасовать на своих лидеров. Воронкову, Ежак и Липман, которые поймали Кураж. 3-11. У хозяек поочередно появляются Кадочкина, Попова и Котикова. Но этот сет уже не спасти. Не менее уверенные 16-25, но уже в пользу гостей. Вторую партию они более собраны. Мы, может, где-то там подумали, что уже так будет. Вторая и третья партия сложатся. А вот команде Решат и Гелезуддинова потребовалось куда больше времени, чтобы прийти в себя. Локомотив разогнался и мчал на всех парах. Тренеру Казаночек при счете 1-6 вновь пришлось менять Старцеву и Фабрис, вместо которых появились Кадочкина и Попова. Интригу удалось вернуть благодаря игре той же Федоровцевой. Арина в свои 17 настоящий лидер команды. В этот вечер она оформила аж 6 эйсов, набрав в итоге 18 очков. А это лучший показатель у Динамо наравне с Самантой Бриссио. Спасти третий сет все же не удалось. Во многом благодаря классной игре у Лока в исполнении Татьяны Ежак, которая в этот вечер в итоге набрала 17 очков за матч. 20-25. Шахматы не приехали играть, на кого попасть легче, лучше. Так доказывать в каждой игре. Самое главное, психологически не быть зажатым, его раскрывать в каждой игре. То есть биться в каждой игре. А там, я надеюсь и думаю, что результат будет. Когда отступать было уже некуда, Динамо все же пришло в себя. В нужный момент полетела подача у Бриссио и Королевой. Для Ирины эта встреча явно получилась не лучшей в карьере. Но именно ее игра в концовке позволила сравнять счет по партиям. 25-20, 2-2 и тайбрейк. В третьей-четвертой партии удалось чуть-чуть поменять рисунок. Сделали коррективы необходимые. Вроде неплохо все стало получаться. Где-то в защите подтащили, блочком прихватили. Тем не менее, Казань повела 2-0, но быстро растеряла преимущество 4-6. У гостей отмечаем диагональную Луизу Липман, набравшую в итоге 23 очка. И Ирину Воронкову, которая провела очень яркий матч с 18 баллами. У Динамо же на тайбрейке заиграла Саманта Фабрис, максимальных усилий которой так не хватало по ходу всей встречи. Но инициатива у Лока 9-12, 11-14, 13-15 и 2-3 в пользу Лока. Мы не думаем о том, кто там будет, что там будет дальше. Мы свое дело сделали, делали ее на... Это дело на отлично, вот поэтому наша задача сейчас восстановиться за то время, которое по регламенту нам предоставлено и в бой. Все в наших руках. Если ты хочешь выигрывать, надо выигрывать у всех. Поэтому выбирать соперника, возможно, будет попроще. Локомотива там где-то. Сейчас готовимся к следующей игре с Протоном. Сейчас будем разбирать, смотреть. Эта игра по праву достойна была бы быть финалом. За что спасибо хочется сказать девушкам из обеих команд. И болельщикам, которые весь матч подгоняли соперникам. Хотя, кто знает, мы вполне можем увидеть такой финал 3 апреля. Но против точно будет московская Динамо. С которым Динамо Акбарс с большой долей вероятности предстоит сразиться уже в полуфинале. Но для этого еще необходимо обыграть Саратовский Протон 31 марта в 19 часов по московскому времени. А мы приглашаем вас в центр волейбола на яркие матчи обаятельных девушек в рамках финала 6. Самый огонь еще впереди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова